Продолжение следует... В этом нет необходимости. Если выяснится, что смерть господина Джонса была несчастным случаем, то мне незачем будет оставаться здесь. Продолжение следует... Вчера вечером, когда я прибежал на помощь, бедняга Уолтер висел на скалах выше, у края обрыва. Должны быть волны за ночь смыли тело вниз. У нас здесь была ужасная буря. Ноготь в щеке. Убийца с ним не особенно церемонился. На первый взгляд следов утопления или переохлаждения нет. А рана на лбу слишком незначительна, чтобы стать причиной смерти. Ах, пусть теперь судмедэксперт голову ломает. Он скажет мне, что именно убил Уолтера Джонса. Задавайте любые вопросы. Я в вашем распоряжении. Скажите... Хм... Я это запишу. Здравствуйте, инспектор. Добро пожаловать. Это ваш личный секретарь-криминалист. Джек. Это устройство было создано, чтобы помочь вам в проведении расследований. Цель этой программы состоит в том, чтобы упорядочить и рационализировать весь набор улик, фактов, гипотез и выводов. Это поможет вам быстрее идентифицировать преступника. Ваш личный секретарь-криминалист способен запомнить всех подозреваемых, с которыми вы сталкиваетесь в проведении расследования. Он будет хранить информацию об их возрасте и занятиях, а также отмечать обличающие и оправдывающие их факты. Кроме того, он будет в реальном времени отображать их местонахождение в тех зонах, которые вы можете посетить при расследовании. Менеджер улик объединит всю информацию, которую вы получите. Это могут быть фотографии, документы, вещественные доказательства и даже заявления подозреваемых. В ваших руках великолепное устройство для сравнения улик, которые вы собрали. Эта функция очень полезна для установления идентичности отпечатков пальцев, следов обуви и даже связи между двумя частями одного предмета. Вы можете поручить своему личному секретарю-криминалисту проверить любую гипотезу, уменьшая шансы того, что расследование зайдет в тупик. Третья функция устройства прямо связана с первыми двумя. Это система расчета успешности расследования. Расследование разделено на несколько отдельных этапов, как мозаика. Теперь ваша работа – это просто детская забава, Джек. Как только вы найдете ответы на все поставленные вопросы, расследование будет завершено. Удачи, Джек! Была ли смерть Уолтера Джонса несчастным случаем? Судя по всему, смерть Уолтера Джонса наступила в результате преступления. Ривз, это Джек. Есть работа для судебного эксперта. Смерть выглядит очень подозрительно. Падение с высоты нескольких метров и в результате царапины и обломок ногти в щеке. Здесь не все чисто, понимаешь? Джек, если дело обстоит так, как ты говоришь, то я боюсь, тебе придется остаться там, извини. Я не собирался вручать тебе это, но ищи доказательства, действуй по своему усмотрению. Удачи. Что вы скажете об этом, инспектор? Ваш клиент был убит. Ну, я думаю, этот список может быть полезен. В нем данные обо всех, кто сейчас проживает на острове. А вот ключ от вашей комнаты. Теперь, я думаю, вам придется здесь остаться. Я в вашем распоряжении, инспектор. Могу показать вам башню. Она огромная. У меня нет времени любоваться красотами, господин Деноленд. Спасибо, я думаю, что справлюсь сам. Хорошо, тогда я ухожу. До встречи, инспектор. А-а-а, вот это любопытно. Очевидно, в момент своего ужасного падения Уолтер Джонс был не один. Перед тем, как инвалидное кресло упало с обрыва, его швыряло по всей тропинке. Откуда взялся я? А вот этот кусок серой ткани. И вот этот кусок серой ткани. А вот еще следы. Джонса в тот вечер сопровождали два человека. Я рад вас видеть здесь, Соня. Я тоже, Лоренцо. Рада вас видеть. Я предпочел бы увидеться с вами при других обстоятельствах. Не всегда есть выбор. Вас очень потрясла смерть вашего деда? Я просто не могу поверить. Не знаю. У меня были проблемы из-за него. Но все закончилось после его трагической смерти. В конце концов, Джонс был неплохим человеком. Да, конечно. Я не знаю, что думать. Вы хотите сменить тему? Нет, не слишком. Мне немного не здоровиться, вот и все. Небо тоже поддалось меланхолии, как и мы, Соня. Это точно. Отличная погода для похорон. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Весом в добрых два центнера в воду Я пока немного узнал, Римс Дай мне побольше времени, я найду разгадку До связи Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Остров уходит под воду На подоконнике что-то есть? Да-да... В покрытии подоконника в библиотеке застряли мелкие обломки дерева В чём причина смерти Уолтера Джонса? Уолтер Джонс погиб от выстрела в спину. Пуля пробила правая легкая. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Неплохо, господин Джонс. Пачка патронов к винчестеру 270 Short Magnum открыта. И несколько патронов не хватает. Калибр 703. Именно такой пулей был убит Джонс. Осталось только найти оружие, из которого была выпущена эта пуля. Из этой винтовки недавно стреляли. Пусто. Это единственное оружие нужного калибра, из которого недавно стреляли. Отпечатки пальцев на оружии. Дилетант, точно. Полированный приклад ухитрились обо что-то ободрать. Странно, господин Джонс, что такой аккуратный человек, как вы, так и сцарапал свою прекрасную винтовку. Приклад до сих пор лоснится от льняного масла. Что было орудием преступления? Орудие преступления – винтовка с прицелом и поврежденным прикладом из кабинета Уолтера Джонса. Убит из собственного оружия. Какая ирония. Откуда был сделан выстрел? Выстрел был сделан из окна библиотеки Уолтера Джонса. Выстрел был сделан из окна библиотеки Уолтера Джонса. Да, я горжусь тобой. Отличная работа, Джек. С двухсот метров. В грозу. Твой убийца должен быть первоклассным стрелком, чтобы в таких условиях попасть в цель. Да уж. Изрядная дистанция для ночной стрельбы, даже если какой-то свет был. Он настоящий снайпер. Славная маленькая сафари семьи Джонса. Я должен взять у вас отпечатки пальцев. Конечно, делайте свое дело, инспектор. Спасибо. Лоренцо. Я получил официальное предписание и все соответствующие полномочия. И мне нужна карточка, которая открывает все двери в этой башне. Нет проблем. Вот, возьмите. Это карточка одного из работников. У него был доступ ко всем помещениям в башне. И найдите преступника поскорее, инспектор. Спасибо, Лоренцо. Предупреждаю вас, правила игры изменились. Я инспектор, которому официально поручено расследование убийства Уолтера Джонса. И поэтому у меня есть все полномочия, чтобы довести это расследование до конца. Вы не... Вы очень помогли мне, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да здравствуют старые проверенные методы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я должен взять у вас отпечатки пальцев. Если без этого никак не обойтись, что ж, давайте. Спасибо. Мы в опасной зоне. Местные жители научились защищать себя от ярости природы, но сейчас дело принимает плохой оборот. Очень хорошо. Доброе утро. Думаю, у меня действительно нет выбора. Это в целях вашего расследования, инспектор. Спасибо. Какая ужасная буря. Будем надеяться, что вода не поднимется выше инспектора. Вам что-нибудь от меня нужно? Какая ужасная буря. Спасибо. Остров уходит под воду. Доброе утро. Я Джек Норм, инспектор полиции. Мне поручено расследование смерти господина Уолтера Джонса. Доброе утро, господин инспектор Джек Норм. Это забавно. Звучное у вас имя. Ладно, не важно. Я Билли. Билли Джонс. Внук и будущий наследник покойного Уолтера Джонса. По крайней мере, я на это надеюсь. Я должен взять у вас отпечатки пальцев. Прекрасно. Отлично. Что вы хотите от меня услышать? Спасибо. Если все будет так продолжаться, мы все здесь сопьемся, инспектор. Давайте скорее свои вопросы. Благодарю вас за помощь. Продолжение следует... Миллиардер с пустым сейфом. Весьма нетипично. Что же такое мог прятать в этом сейфе Джонс, если кто-то настолько потерял из-за этого голову? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ривз! Адвокат и двое наследников выкрали содержимое сейфа. Они хотели любой ценой воспрепятствовать браку между старым миллиардером и юной Баиной. Браку, который мог состояться даже после его кончины. Я уверен, что кое-кто считает Баину врагом, которого нужно уничтожить. Да уж. Наследство разжигает аппетиты и пробуждает в людях самые низменные свойства, дружище. Но ты продолжай работу, Джек. Основательно допроси их всех. Мне нужен убийца. Субтитры создавал DimaTorzok Кто похитил цепочку с шеей Уолтера Джонса? Губерт Денолленд похитил ключ с шеей Уолтера Джонса. Привет, Ривз. Адвокат Губер Денолленд явно в чем-то замешан. Это он снял ключ от сейфа с тела хозяина. А теперь он рассказывает, что сейф вдруг оказался пуст. Ладно, я буду держать тебя в курсе. Будь осторожен, Джек. Приглядывай за этим парнем. Я уверен, ты наконец-то получил подозреваемого. Удачи. Кто из них меткий стрелок? Лоренцо, Марко, Нолленд, Билли и Соня – хорошие стрелки. Лоренцо и Нолленд – превосходные стрелки. Что касается внуков, то их учил стрелять сам дедушка Джонс. Особенно стоит упомянуть Марко. Он даже в армии был снайпером. Только Билли не отличается особой меткостью. По крайней мере, так он говорит. В любом случае, в подозреваемых у нас недостатка нет. Я рад, что дело продвигается, Джек. Тебя осталось выбрать из трех подозреваемых одного. Стрелка, который в ту ночь воспользовался орудием преступления, чтобы отправить Уолтера Джонса в Царствие Небесное. Ерунда. Допрос. Я голоден. Ну что ж, пришло время заглянуть в ресторан и задать этим милым людям несколько вопросов. Прошу вашего внимания. У меня есть важное сообщение. Как вы знаете, прошлой ночью на архипелаг обрушился ураган. Этот ураган повредил башню. Сегодня утром я заметил множество трещин на нижних этажах, в частности, на стенах ваших комнат. Фундаменты стены очень пострадали. Как вы знаете, часть электропроводки тоже повреждена. Поэтому необходимо в срочном порядке освободить эти помещения. Я прошу вас немедленно собрать вещи и перейти в помещение у вертолетной площадки. Я знаю, что там не очень удобно, но, по крайней мере, безопасно. А безопасность сейчас важнее всех прочих соображений. Потом нас эвакуируют на остров Соле. Думаю, вы догадываетесь, что у властей архипелага дел сейчас не в проворот. В первую очередь, они оказывают помощь жителям наиболее пострадавших островов. Есть погибшие, много раненых. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Не забывайте, что нам еще очень повезло. Очень! Инспектор Норм, я... я. Что с вами случилось, Нолин? У меня есть разоблачительная информация для вас, инспектор. Я... я знаю, кто убийца. Я не могу вам это сказать сейчас. Мне нужно уточнить некоторые детали, понимаете? Я скажу вам все завтра утром. Завтра утром. Обязательно. Отлично. Пусть будет так, Нолин. Если вы не можете сказать сейчас, вы мне все расскажете завтра утром. Что за дурацкий день. Будем надеяться, что вечер будет лучше, чем предыдущий. Где же мне поспать? Ничего, бывало и хуже. Чистить зубы и спать. Привет, Джек. Это Ривз. Ты в порядке? Ты спрашиваешь, в порядке ли я? Меня только что разбудило небольшое землетрясение или что-то в этом роде. Если так будет продолжаться, эта башня развалится. Мне это совсем не нравится, Ривз. Ты должен эвакуировать нас как можно скорее, иначе одним убийством дело не ограничится. Здесь будет гора трупов. В том числе и мой. Успокойся, Джек, успокойся. Все живы? Я только что проснулся и еще никого не видел. Все в порядке, но я думаю, что какая-то часть здания сильно пострадала. Ривз, я пойду, посмотрю и перезвоню тебе, окей? Этот шторм опустошил весь архипелаг, Норм. 11 погибших на острове Махо. Их завалило обломками сарая. Точных данных о числе раненых у меня пока нет. Нам пришлось эвакуировать людей из других островов в госпиталь в Сале. Но их много, очень много. Я уже не говорю о сотнях людей, которые остались без крыши над головой. Разрушено множество домов, хижин. Мы еще поговорим позже, Джек. Эти неприятности совсем вышибли у меня из головы. Как продвигается твое расследование? Не беспокойся об этом, Ривз. Ты помнишь Ноллента, адвоката Джонсов? Он обещал мне открыть нечто важное сегодня утром. Не иначе, как ими убийцы. Ах, да, это... Джек, я должен сказать, мы не можем эвакуировать тебя прямо сейчас. Вертолеты заняты в спасательных операциях. Все три катера далеко от Сагоры. Там люди полностью отрезаны от внешнего мира. Мы стараемся в первую очередь вывести тех, кто подвергается наибольшей опасности. Ты же понимаешь. Но я позвоню тебе сразу, как только смогу что-нибудь сделать для всех вас. Это катастрофа. Теперь нам до плота не добраться. Это была наша единственная надежда на спасение. Лифты не работают. Все лестницы обрушились. Плот был почти готов. Готов отплыть к более спокойным берегам. Как неудачно. Теперь мы точно не сможем уйти с острова морем. На спасателей можно не рассчитывать. Эти гады на нас просто положили. Имтуземцы гораздо важнее нас. Как будто нас не нужно спасать из этой дыры, пока мы не ушли на дно океанской. Успокойтесь. Нельзя терять голову. Я только что говорил с комиссаром Ривсом по телефону. Он пошлет нам вертолет как только сможет. Он считает, что наше положение не слишком опасно по сравнению с тем, что творится на соседних островах. Прошлой ночью пропало много людей. Дома островитяна, все их имущество уничтожены. Спасатели работают как проклятые. А техники у них маловато. Мы должны подождать. Возможно, я сумею вызволить нас отсюда, если спасатели задержатся. Это еще что значит? Я сомневался, стоило ли говорить вам об этом. Это может оказаться очень рискованным предприятием, особенно в плохую погоду. Давай, рожай, Лоренцо. Это начинает меня доставать. Ну, на вершине башни есть воздушный шар и... Что? И ты все время молчал? Подумать только! Мы убили столько времени на постройку этого чертова плота! Блюдок! Кто ты такой, чтобы вот так вышвырнуть наши жизни на помойку? Но вы не представляете. Было бы полным безумием взлететь на этой штуке в такую погоду. Мы можем в мгновение ока оказаться в воде и погибнуть. Каждый сам должен выбирать, хочет ли он лезть в эту гондолу. Вы не имеете никакого права решать за всех. Если вы так хотите, я выясню, в каком он состоянии, и начну готовить его к взлету. Вот так. А вам лучше поспешить. И не рассчитывайте улететь в одиночку. Отныне мы будем присматривать за вами, Лоренцо. Воздушный шар. Только подумайте, леди и джентльмены. Лоренцо, блестящий архитектор этой башни, прятал от нас воздушный шар. Да, вы не ослышались. Воздушный шар. Воздушный шар! Мартин сошел с ума? Прекрати истерику, Мартин. Это глупо. Воздушный шар? Нет, жизнь не перестает меня удивлять. Это что еще за бред? Лоренцо Батальери хотел бросить нас всех и сбежать в одиночку. На своем воздушном шаре. Воздушный шар. Воздушный шар. Воздушный шар. Вчера вечером Нолин собирался мне что-то сообщить и покончил жизнь самоубийством. Подозреваемый номер один выскользнул у меня из рук. И все как будто случайно. Губерт, это я, Лоренцо. Мне необходимо поговорить с вами. Губерт! Губерт, у вас все в порядке? Но... Что за... Боже мой, сколько крови. Как ужасно. Слушайте меня все. Губерт Денолин мертв. Думаю, он совершил самоубийство. Я только что нашел его с пистолетом в руке. Кругом кровь. Это какое-то безумие. Какой ужас. Он совершил самоубийство? Вы уверены в этом? Старик Джонс мертв. Нолин мертв. Безумие поглотило башню старика Джонса. Что вы говорите? Губерт Денолин? Это невозможно. Никаких отпечатков пальцев на этом оружии. На спусковом крючке никаких следов. Должно быть, убийца был в перчатках. Пуля всегда оставляет следы пороха на коже вокруг входного отверстия. Джонс сумел предусмотреть все. Нет. Продолжение следует... Почему вы раньше не сказали мне об этом воздушном шаре, Лоренцо? Этот воздушный шар никогда не поднимался в воздух, а погодные условия просто отвратительные. Я не хочу подавать вам ложную надежду. Ну ладно. Сейчас у нас, похоже, нет никакого другого способа спастись. Только по воздуху. Губерт. Вы... Вот, вот. Я хочу знать, кто заходил в кабинет Джонса после девяти вечера. И что же это такое странно? Симби Лактар. Симби Лактар заходил в кабинет Джонса в вечер убийства, но... Но это невозможно. Совершенно невозможно. Он был уволен вместе с остальными пятнадцать дней назад. Посмотрите сами, норм. Спасибо за помощь, Лоренцо. Спасибо за помощь, Лоренцо. Кто последний заходил в библиотеку перед убийством? Ноленд и Симби Лактар последними побывали на месте преступления. Адвокат Ноленд и некто Симби Лактар были последними, кто побывал на месте преступления перед убийством. Снимаю шляпу. Ты близок к цели, Джек. Но кто такой этот Симби Лактар? Выскочил как чертик из табакерки. Симби Лактар раньше служил у Уолтера Джонса. Он один из местных служащих, уволенных две недели назад. Он с соседнего острова. Мне нужно, чтобы вы объяснили мне кое-что. Хотите, чтобы я посмотрел, что Симби Лактар делал потом? Охотно. Смотрите, это... Это странно. Симби Лактар не выходил из подсобки после убийства. Вот. Видите, инспектор? Большое спасибо, Лоренцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Господин Локтар Господин Локтар Господин Локтар Господин Локтар Кажется, кто-то здесь изрядно повозился. И кто успел воспользоваться этими презервативами? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это может пригодиться ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Надеюсь, вы ответите мне на мои вопросы. Продолжение следует... Почему симбилл Актар так долго оставался на острове? Марко воспользовался карточкой симбилл Актара в вечер убийства. Я знаю, что Марко Джонс использовал карточку симбилл Актара в вечер убийства. Ладно, Джек. Можешь больше не искать своего неуловимого симбилл Актара. У меня появилось кое-что на него. Его приняли на работу в техническую службу аэропорта в Сале 10 дней назад. Так что он никак не причастен к убийству миллиардера. Лучше проверь Марка Джонса. И держи меня в курсе. Только будь с Марко Джонсом повежливей, Джек. Это важная персона. Не наделай глупостей. Смерть Губерта Денолина Губерта Денолинта является самоубийством. Смерть Губерта Денолинта была убийством, которое пытались выдать за самоубийство. Смерть Губерта Денолинта – это убийство, которое пытались выдать за самоубийство. Вот так, Джек. Теперь у тебя на руках еще одно убийство. С этим гнездом гадюк еще не покончено. Эти два преступления, несомненно, связаны между собой. Но в первую очередь мы должны арестовать убийцу-миллиардера. Я должен быстро найти преступника и доказательства, чтобы арестовать его. Есть ли неопровержимые доказательства вины Марко? Перчатки Марко и карточка симби Локтара, найденные в шредере, доказывают, что он убийца. Перчатки и карточка симби Локтара неопровержимо доказывают, что Марко Джонс убийца Уолтера Джонса, который был его настоящим отцом. Марко Джонс обеспечил себе фальшивое алиби. Он не был со своей подругой Кристиной в ночь убийства. Она обманывала его с Мартином Абруцци, мужем Сони Джонс. У Марка Джонса была не одна причина для убийства Уолтера Джонса. Превосходно, Джек. Отличная работа. Не теряй времени. Хватай этого парня и придержи его для меня тепленьким. Тут на соле проблемы с вертолетом. Сломался винт. Пять беженцев и мои пилоты едва не погибли. Он все-таки сумел посадить машину. Мы постараемся починить вертолет как можно быстрее, и тогда займемся вами. Механик говорит, что это займет по меньшей мере три часа. Если ты найдешь другой способ выбраться оттуда, воспользуйся им. Ладно, я еще свяжусь с тобой. Еще раз поздравляю, арестуй этого мерзавца. Да, я этим займусь. Механик говорит, что это не так, что это не так, что это не так. Лоренцо! Вставайте, друг мой! Ох, моя голова. У меня болит голова. Что с вами случилось, Лоренцо? Это Марко. Он ударил меня. Марко просто сошел с ума, Норм. Я не понимаю, почему он это сделал. Марко! Все кончено, инспектор Норм. Что вы делаете? Как видите, я вас покидаю, Норм. Марко, неужели вы вот так бросите всю семью и свою невесту? Башня может рухнуть в любую минуту. Нет больше башни! Нет больше острова! Нет других наследников! И все деньги Уолтера Джонса мои! Это вы убили Уолтера Джонса. Я могу доказать это, Марко. И губерка Денолента тоже убили вы. Нет больше свидетелей! Нет места преступления и самого преступления! Что вы на это скажете, инспектор? Вы убили своего отца, Марко. Прощайте, инспектор! Нет! Марко! Что происходит, Норм? Марко! Все кончено, Лоренция. Скажите всем, чтобы залезали в гондол. Нельзя терять секунды! Башня вот-вот рухнет!